Автомобилизация Гродно в последние годы превосходит даже все самые смелые планы градостроителей. Сегодня автомобилей в Гродно больше, чем когда-то предполагалось по генпланам. Следовательно, довольно сильно возросла нагрузка на дорожное покрытие, которое по истечении своего гарантийного срока приходит в негодность. Нередко автомобилисты жалуются на качество дорог в самых загруженных транспортом точках города. Решается проблема точечно, ямочным ремонтом, а там, где делать это нецелесообразно, ввиду большого количества ям на отдельном участке дороги, сплошным асфальтом. Темпы ремонта в этом году превосходят и прошлогодние показатели, и планы. Только за 10 месяцев текущего года дорожные рабочие залатали 139 тысяч квадратных метров проблемных участков городских дорог, что примерно равно площади 19 футбольных полей. Из них 70 тысяч квадратных метров – это ямочный ремонт, а 69 тысяч квадратных метров уличной дорожной сети отремонтирована накладкой сплошного асфальта. Темпы ремонта по сравнению с прошлым годом впечатляющие – на 565% больше, чем за 10 месяцев 2018 года. Ремонт уличной дорожной сети будет продолжаться до наступления отрицательных температур. А если верить прогнозам синоптиков про теплый ноябрь, свои работы дорожники смогут выполнить в полном объеме. Сейчас остается неотремонтированными порядка 20 объектов. Они сосредоточены в микро- районе Фолюш по проспекту Клицково на улице Лицкой и Ваульсе. Как именно будет исправлено дорожное полотно точечным ямочным ремонтом или сплошным асфальтом, зависит от объема повреждений на конкретном участке дороги, а также от финансовых возможностей заказчика. Ямочный ремонт – более бюджетный вариант, однако немного менее надежный, тогда как сплошное асфальтирование более долговечное, надежное и вместе с тем более дорогое. Ведется ямочный ремонт вообще в принципе по всему городу Гродно. Снимаются моменты, касающиеся предписаний ГАИ, обращений жалоб граждан, подъезды к выборным участкам. Принятие решения по выбору вида покрытия и ведения ямочного ремонта или сплошного асфальтирования принимается совместно с заказчиком городским ЖКХ, исходя из дефектов, исходя из проблемы в данном районе. Редактор субтитров А.Семкин